доброго времени суток всем кто зашел в гости случайно или как обычно лежат у меня документы в обед я снял один ролик позитивный про свое творчество у меня было много документов я сказал что сниму два ролика один ролик был позитивный второй ролик не совсем позитивный скорее криминальный хотел одну историю даже тут две будет внутри озвучить очень давно вчера мне попались некоторые документы которые раз мне дополняли то что мне не хватало для полной картины первый ролик я загрузила это про картины про выставки и конкурсы второй ролик про криминальную деятельность некоторых людей которые длится очень длительное время и так как они мне 25 лет жизни отравляют жизнь и мне уже почти 50 семей нет родителей нет детей нет и поэтому я решила это озвучить когда человек молодой он боится за родителей за детей зато за все мне уже нечего бояться мне уже 50 лет уже в 50 начинаются инсульты инфаркты и так далее эти люди украли 25 лет моей жизни а теперь мое время настало теперь я озвучу их фамилии некоторых а некоторых найти не представляет труда кто захочет тот их найдет поэтому они наверно не думали что однажды я это озвучил публично потому что когда я писала фейсбуке эти истории мне писали не пиши никто не считает и как я сказала уже я уже ничего не пишу фейсбуке я просто все это опубликовал публикую ютюбе я писала про эти истории много раз фейсбуке и у меня сохранились эти публикации я буду упоминать и буду называть название этой публикации любой человек может зайти по этому названию и посмотреть публикацию там длин длительное описание и плюс там есть копии документов так как всю аппаратуру сломали телефоны мобиль ноутбук то присоединить какие-то публикации к чему-то я сейчас не могу я назову название публикации фейсбуке и в описании к этому видео я оставлю название публикации фейсбуке год так можно будет найти публикации посмотреть документы здесь я тоже покажу документы доказывающие того что я говорю правду паспорт моего папы так как он уже умер то его паспорт можно показывать потому что он принципе уже просто недействительный я объясню почему его тут паспорт стоит и для чего все это нужно но начну немного раньше рассказывать а это история как бы с паспортом с доверенностью там лежит это уже как бы середина пути начну где-то когда я была совсем юная потому что история начинается очень очень давно я буду расход рассказывать и по ходу действия показывать некоторые документы подтверждающие то то что я говорю так это большое видео второе за один день то возможно будут немножко сбиваться останавливаться попить водички потому что дыхание может перекрывать так как у меня астма и я после гриппа так что мне сложновато писать большие видео по несколько штук день история длинная переплетается много разных людей за длительный период времени до 25 лет будущей молодой девочкой мне было 21 год я пошла с подружками на дискотеку я начала ходить ночные клубы мне было лет 15-16 я уже кончула школу проходила ночные клубы около 8 лет в украине здесь и так на рождество мы поплелись ночной клуб назывался клуб метроном находится находился раньше на проспекте шевченко рядом ну молодые люди гуляют отдыхают праздник там мы познакомились двумя ребятами ничто не предвещало последствий этого знакомства ну познакомились познакомились посидели вместе ребята конечно были явно настроены кого-то привезти домой оснастка с гуся вода нас было трое мы были в одного возраста они были мне где-то на год на 2 старше девочки не было 21 с половиной нет так один из молодых людей тоже частенько захаживал этот клуб но то есть мы потом еще виделись и не один раз это знакомство продолжалось ну так поверхностно скажем так мы берем и от время где-то виделись то в одном клубе то в другой то на летние площадки но то на зимние площадки и вроде бы как бы никаких проблем не возникало но просто общение хотя молодой человек явно уже имел желание продлить это общение у себя в квартире по прошествии почти полутора лет нашего знакомства мы все это время где-то периодически виделись в ночных клубах мы были не подростки совсем уже как бы я в это время работала рабочий класс вот молодой человек учился в медицинском медицинском институте как-то раз на моё день рождения не пришли гости но в принципе у меня такие приколы приключались периодически у нас были какие-то контакты у меня был его телефон я вот момент позвонила разным ребятам разным знакомым сказал у меня такая ситуация гости не пришли а я частично наготовила вернее мама наготовила я позвонила своим соседкам сказала надо срочно поговорить они не поняли что чего пришли и мы попали ко мне на день рождения случайно две соседки с моей парадной и одна гостья пришла но с опозданием и всех кому я звонила там знакомых приехал ко мне только этот молодой человек при том очень быстро когда я звонил он откуда-то пришел устал там душ принимал ну как только я сказала что у меня день рождения и тут мы отмечаем могут я сейчас приеду из букетиком цветов 12 ночи он приехал гости расползлись ну естественно мы уже были давно знакомы ну водить за нас человека можно конечно кормить обещаниями долго но рано или поздно все равно наверно это к чему-то придет никто даже не предполагал что этот человек начнет меня преследовать длительное время до гости разошлись мы уехали к нему у него была свободная квартира мы там были дело молодое холостое почему нет мы были точно день не детьми и это вполне было нормально в нашем возрасте через время какое-то время мы-то видели случайно где-то то не виделись но мы больше принципе не общались не поддерживали отношения но так получилось что у меня с его братом пересекалась дорога постоянно я ходила в другие ночные клубы встречала его родного брата но не специально мы просто ходили в одни и те же клубы я знала что у него еще два брата есть и с одним мы постоянно пересекались молодой человек которым я виделась в ночном клубе первый раз это был младший я пересекалась все время с средним последствий старшего я вообще никогда не видела на тот момент через еще некоторое время я перестала ходить ночные клубы и в общем-то занялась поиском жениха заграничного время шло уже мне приближалась возраст 30 годам мы поменяли квартиру я жила в однокомнатной с родителями 18 метров у нас было мы поменяли на двухкомнатную недалеко через знакомых родственники позвонили маме говорят вот вот есть семья евреи не уезжают и продают пустую двухкомнатную квартиру они там не живут там квартиранты живут я работала недвижимости мы через мое агентство продали мою квартиру нашу квартиру в однокомнатную добавили тысячу мама экономила и купили двухкомнатную в районе варнинской район промсвязи работая недвижимость я немного зарабатывала купила телевизор себе родителям как-то осилила телефон и стали меня разыгрывать по телефону кто-то стал доставать постоянно звонки днем ночью звонили даже 3 часа ночи при том звонки были интересны якобы звонят из-за границы под моими окнами стоит машина включенными фарами и там работает рация но такая рация бывает у милиции включается выключается включается включается я все это в телефоне слышу и ребятам весело как никогда интересно что это выпадало на определенной даты даты одного человека с которыми когда-то давно познакомилась и эта дата выпадала на его день рождения и вот эта машина стоящая у меня под окнами с включенными фарами то же самое происходило на другие какие-то дни ну например на рождество когда мы знакомились другая машина стоит или это же стояла напротив кухни там маяковала но в принципе доказать это было сложно хотя мысли были только на этих людей потому что ну как-то все это выпадало на определенные даты поэтому меня связывалось только с этой семьей больше ни с кем ни в каких гражданских браках я не стоял не состояла и никаких долгих связей гражданских браков у меня не было чтобы кто-то там еще меня доставал караулил под окнами обрывал мне телефон поэтому у меня как-то все клиния сводились к одной семье которая постоянно как бы одно время фигурировала в моей жизни я встретила своего бывшего мужа мы познакомились через интернет через свадебное агентство французское через брачное агентство можно так сказать он приехал в украину и пять дней он жил гостиницы на приморском бульваре я не жила с ним гостиницы и приходила только на пару минут взять его из гостиницы дальше мы шли смотреть какие-то окрестности наши достопримечательности в общем я его знакомила с городом у нас было сугубо такие дружеские отношения он был мальчиком большим очень закомплексованным он мне не совсем нравился у нас было очень много обоюдных интересов он был пять дней в одессе последний день мы пошли в оперный театр в оперном театре я вышла в туалет и в это время какие-то мужчины входили к нему в ложу где мы сидели пытались ним говорить но он не говорил по-русски и они ушли ни с чем дальше его посадила на самолет поехала с ним в аэропорт посадила на самолет и он улетел он сделал мне приглашение и я должна была приехать на рождество 2003 год на рождество суда в париж и меня виза была на три месяца дальше начинается криминальная история которая длится принципе по сей день буквально за неделю или за две до отъезда меня стали очень сильно атаковать по телефону доставали уже просто до невыносимости обрывали телефон и что только не делали но все сводилось к этой семье как как ни крути дальше эти друзья их три брата акробата врачи в третьем поколении оборотни в белых халатах пошли к друзьям милицию и написали на меня заявление что якобы им кто-то угрожает их нему бизнесу у них там какой-то аптечный бизнес и вот я метр с кепкой они меня боятся и все такое в общем то у них ничего на меня не было кроме того что не пытались меня запугать и сделал все возможное чтобы я не уехала перекрыть не кислород а теперь я назову их фамилию и мне все равно что с ними будет и шо там будет хоть трава уже не расти фамилии их лобановские имена перечислять не буду это не имеет значения врачи в третьем поколении ко мне приехали друзья их с милиции при этом что у меня родственники работали милиции я не позвонила ничего не сказала открыла дверь они стали запугивать и шантажировать меня и требует чтобы я поехала с ним в отделение в отделение милиции приморского отделения приморского или центрального района что-то там такое было приехали ко мне на машине без ничего без официальной повестки заявление ничего вот просто какое-то нам письмецо от этих трех братьев что они там боятся за свой бизнес чё вы ко мне приехали я позвонила им домой и сказала попала на их маму я долго не торговалась и сказала скажите своим детям чтобы они меня оставили в покое и все и на этом разговор у нас закончился после чего они написали это заявление кричали шоу не учутили там не инфаркт было еще что-то ну после такого инфаркта не бывает начнем с этого если она уже была больная до этого то пусть к себе претензии предъявляют они ко мне так того что эти три брата акробата написали какой-то там фальшивое заявление в эту милицию эти друзья с их милиции приехали забрали мне в отделение пущем шантажа при том что все мои родственники работали в милиции не позвонила и не думала чем это обернется у меня в кармане был паспорт с собой они сказали взять свой паспорт и в паспорте бы билет на поезд я должна была ехать во французское посольство за визой выйдя из машины я успела эти билеты вынуть из паспорта просто сунуть в куртку три часа пять человек запугивали меня и шантажировали двое вот этих горе милиционеров и трое три брата акробата они перечисляли все что я сделала и чего я не делала и говорили ты только сознайся мы тебя отпустим я должна была очень сознаться во всех тех грехах которые они там перечисляли в общем и закутся длилась три часа три часа шантажа угроз и запугивания тут я конечно поняла что я сделал глупость надо было родственникам сразу позвонить они сказали закрой дверь и пошли их подальше но я этого не сделала и попала мясорубку где вот это братва пыталась меня дожать всеми способами дальше они говорят ну кто там за тобой приедет я сказала что у меня дядя в милиции работает и муж сестры в милиции работает тут у них явно сработала сигнализация они подумали в общем родственники там милиции работают их найти то не представляет возможность дверь закрывалась на засов дверь открывали соседи видели что они приехали сказали что они с милицией а чё вы ко мне приехали чего вы не прислали мне повестку где заявление хоть какое-то когда приводят милицию надо фу оформляют если официально они меня просто привели в там какую-то комнатку рядом с лестницей посадили и стали пятером на меня наезжать заставили подписать бумажку еще я обязуюсь в течение месяца или двух не покидать город но бред просто сивой кобылы я думаю я конечно подпишу и выйду отсюда а дальше мы разберемся дальше я вышла через три часа после этих угрож шантажа там было два человека которые были свидетелями то есть он заходил молодой человек они кричали что не рецидивистку поймали но если так то чё же у меня отпустили и была девушка которая выходила со мной в коридор они совещались отпускать меня вообще что со мной делать они решили что недостаточно у меня уже попугали и я ушла а ушла я пешком своим родственникам которые жили в центре города мои родственники смеялись мой дядя проработал 20-30 лет милиции они сказали ну она тебя запугивали не горит ты там ехать надо тебе ехать ну едь что еще было они позвонили еще вечером папе спросили что действительно ли кто-то мне звонил они так сложно узнать надо с какого телефона мне телефон обрывали то есть я думаю они потом наверно узнали что в общем-то все это подстава было их просто поставили и не сильно там в общем-то их мнение никого не волновало их просто использовали для выяснения личных отношений что было дальше ну родственники мне все сказали ведь ей там куда тебе надо дальше я зашла еще в суд у меня была одна квартира в недвижимости нашла по суду проблем с квартирой жильем там не было там были две сестры которые не могли поделить деньги я просто пришла и за свою клиентку заступилась вот и все но я знала судью я пришла к нему рассказала эту историю он тоже посмеялся сказал тебя оформляли у меня никто нигде не оформлял они просто подписали бумажку написали что типа этом не покидаю город и на этом все закончилось вижу типа я к этой семье претензий не имею нет я к ней имею претензий очень большие ну в общем я поехала в посольство открыла визу и улетела во францию мы и документов не хватало чтобы расписаться и остаться во франции у меня оставался папа я не могла нелегально остаться это было проблематично конечно но мне пришлось вернуться я не хотела возвращаться за мной шла слежка по городу еще до того как эта проблема была с этой семьей и после это все это продолжалось но с горем пополам я как-то оформила документы в украине за пару месяцев и прилетела обратно во францию начиная с июня 2004 года мы расписали 25 числа я живу во франции я никогда не возвращалась в украину говорить сложно моя астма меня душит но я все-таки запишу это видео я давно хотела документы есть я все-таки покажу и так с 2004 я уже прожила во франции со своим бывшим мужем и в одессе осталась у меня папа и осталась двухкомнатная квартира порт после смерти мамы но мы ее долю не поделили квартиру мы купили в общем папа сам остался в квартире я проживала во франции как-то пришло и на имя моего мужа письмо писал некий немец якобы из германии что он разыскивает женщину с такой фамилии с такой имени с такой даты рождения как моя и что якобы он с ней переписывался и вот она уехала и вот он хочет подтверждение лучше что я это я надо начать с того что в париже в пригороде столько городов что искать там человека это иголку стоги сена искать это человек точно сдал каком городе я живу по какому адресу письмо пришло на адрес моего мужа каким образом он нашел фамилию имя человека которого никогда не слышал не видел где он взял адрес моего бывшего мужа мало того зашли в мэрию города где печатаются свадьбы но то есть люди женятся и в журнале печатается их свадьбы и там была распечатка что они нашли и телефон и адрес домашний вот это дату у нашей росписи где это взяли как это нашли где нашли город вообще название города их тысячи в пригороде пригороде же 10 миллионов людей а почту забирала я я была дома хозяйка я выходила и забирала каждый день почту и и смотрела все письма и это письмо я открыла никакой немец меня там искать не мог и кого-нибудь подобного у этого немца не могло быть даже примерно города фамилии ему этого мужчины даже если он с кем-то переписывался оригинал письма я отправила в прокуратуру приморского района города одесса я писала эту историю 2012 у меня сохранился корешок я даже не знала ли он у меня еще есть я то есть я помнила что я отправляла эти письма но я не знала и вот я вчера случайно нашла я проживала еще в квартире своего бывшего мужа которую он эту квартиру уже давно продал после нашего развода если в прокуратуру пришло письмо его должны были зарегистрировать тем более с другой страны и заявку и жалобу должны были обязательно зарегистрировать неважно тем более тоже не было там 30 лет назад должен быть архив и там должно было было это записано я отправил им оригинал этого письма и рассказала эту историю у меня забирали нелегально в принципе сотрудники милиции шантажировали запугивали инициатором была эта семья семья лобановских мне плевать что с ними будет дальше и что у них там и как я ухе уехала 2004 году я не имею никакого отношения к этой семье если даже там что-то случилось как мне некоторые говорили звонила мне бывшая сокурсница по университету который якобы уехала в англию имела пройчку мне постоянно звонить и хвастаться какой у нее красивый дом какая у нее работает то и это я жила небогато и все ее звонки сводились к богатству к деньгам и к роскоши и так далее но ей жаловалась на эту историю и рассказала что вот эти были угрозы туда-сюда она мне говорит а ты знаешь что там случилось в этой семье так вот я не знаю что случилось в этой семье звали ее зеленина фамилия ее было кажется ее таня звали точно не помню точная фамилия юля юля ее звали не таня юля зеленина вот она видимо хорошо знала что там произошло в этой семье пуша на меня спрашивает и знаешь что там произошло так какая мне разница что у них произошло меня-то не было в городе я-то уехала я-то вышла замуж какое я имею отношение к этой семье есть у них там проблемы пусть сами решают не надо на меня сваливать какие-то их проблемы если я живу в другой стране вообще много лет в общем рассказ и письмо вот этого немца я написал что скорее всего эта семья разыскивает и пытается найти где я проживаю так далее что эта история длится и продолжается никуда она не закончилась что эти люди не могут успокоиться неважно один там они все вместе на пару соображают какое мне дело но свою жалобу я в прокуратуру отправила что произошло дальше 2008 год я участвую съемках фильма как массовки массовка общему нас было много все мы были русскоговорящие с разных концов бывшего советского союза я знакомлюсь там с одной женщиной и она говорит я ее за язык не тянула и она говорит что ее сын сотрудник фсб нашего фсб а я говорю слушай у меня такая история есть не очень хорошая они мне эти люди уже достали я бы перед отъездом там был один кавалер очень придурок придурковатый немного который чего-то там нафантазировал потому что когда сидел в них в отделении их шантаж включал то что они говорили ну давай признайся ты его любишь давай признайся ты его любишь и все но это просто запредельные признания просто я сказала игру мне эти люди терроризируют они меня уже достали это семейство придурков говорю него но есть у тебя сын фсб работает можно посмотреть что они чем они занимаются общий сколько эти козлы меня будут доставать уже я уже там и в прокуратуру писала а дальше происходит все как-то пошло не совсем так должно было пойти чем фишка дело в том что в украине остался только папа и осталась двухкомнатная квартира от завода папа еще умудрился приватизировать дачу дачный участок а еще естественно на книжке лежали у папы у мамы у бабушки деньги а я в отъезде и обратно не еду потому что же это семья бандитская меня терроризирует они не успокоились и вот то что я отправила в прокуратуру это было явно их работой кто-то из них который искал меня все вместе или как и тут эти друзья из фсб явно поняли из квартира квартира плохо лежащие хозяйка отсутствует ехать обратно не собирается потому что там проблемы а папа один уже старенький и дохленький уже ну уже такой он был а дальше интересные события происходят я хотела поехать в карлowe вары но на подлечения скажем далечение и предложила этой дамочки с этих наших съемок поехать со мной мы общались она приходила ко мне домой я к ней домой приходила мы общались довольно тесно я предложила поехать нач карлowe вары вместе двумя машинами на своим мужем на машине я со своим на машине она отказалась ни в какой не хотела В Карловых Варах был снежок, и мы поехали в соседний город, Мариинский Лазны. На каком-то моменте на повороте наша машина вылетела на встречную полосу, и мы перевернулись. Мы чудом остались живы только потому, что на встречной полосе не было машин. Мы слетели с ледяной дороги и перевернулись. Можно сказать, можно было немного тише ехать, не так быстро, надо было цепи одеть, цепей не было на колесах, шины менять и так далее. Но когда пришел мастер, притащили машину, эвакуатор, она была поломана, за ремонт надо было заплатить 600 евро. И когда техник залез на коврике под машину, я его спросила, а тормоза как там? Он сказал, что они обрезаны. Но что еще сказать? Единственный человек, кто знал, что мы туда едем, была она. После этого ситуация стала только ухудшаться, а не улучшаться. Ну то есть, в общем-то, мы уже перевернулись, и чудом я осталась живая, а могло меня уже и не быть. То есть, если была на встречке машина, мы бы просто могли разбиться, их убить, нас бы уже не было так, мы чудом остались живы. Не проходит и там немного времени. Как у моего папы случился инфаркт. Но он успел дойти до поликлиники, его отправили в больницу, положили в больницу областную. Он лежал там, шел на поправку. В среду тетя мне говорила, ну ты когда позвонишь? Я говорю, ну завтра. Я говорю, ну звони в пятницу, он там уже на поправку идет, его должны перевезти в нормальную палату. А уже через день она позвонила мне и сказала, что он умер. Шел человек на поправку и внезапно умер. Ну сказали, тромбик оторвался. Да может быть он и оторвался, кто его знает. Но дальше события еще интереснее развивались. Так как мой папа умер, паспорт его уже недействителен, то я могу его показать. А главное, я могу показать приписку в нашей квартире. Это его паспорт. И он ко мне приезжал на свадьбу. Шенгенская виза он получал на... Мы делали венчание, папа приезжал. А вот приписка. Итак, приписка. Улица Варнинская, 17 Г, квартира 6. После того, как мы продали квартиру на Ленинской искре, это Киевский район, мы купили двухкомнатную на улице Варнинской, 17 Г, квартира 6. Это моя квартира. И всех троих нас туда прописали. Но обычно, если паспорт еще действителен, таким, как я, надо еще менять просто фотографию по возрасту, и паспорт может быть действителен. А так как папы уже нету, то я показываю и приписку его паспорт, потому что его паспорт уже недействителен. Кстати, у папы лежали в банке деньги. Я не знаю, что там с ними случилось. Ну, в общем-то, как бы я не заявила про папу, потому что я не приехала. Я дала деньги тете, и тетя его хоронила. А не поехала из-за этой криминальной истории, опасаясь за свою жизнь. И в это время я спросила свою тетю, не хочет ли моя там сестра с племянницей пожить временно в квартире. Потому что за квартирой надо присматривать. Я не хотела сдавать чужим людям. Ну, опять же, связанно с документами. И я даю доверенность через посольство Украины на мою сестру, которой в данный момент уже нет в живых. Все это делается официально через посольство, почти сразу после того, как папа умер. А дальше мне родственники прожжали мозги, что ты должна получить документ, что это твоя квартира. Я говорю, ну, если я купила ее с родителями, а то чья она? Если я главный квартиросъемщик, то чья эта квартира тогда? Но родственники жужжали и жужжали. Я дала деньги и сказала своей сестре, закажи эту справку, что я властник этой самой квартиры. Но дальше получается интересная история. Решение. Державного реестру. Я такой-то там реестр, и тут написано, уже у Державного реестра прав ведь суть неведомости про зарегистрованные речевые права на Нарихом и Майното и их обтяжение. Говоря другим словом, что у меня как-то вообще нету никакой недвижимости, так скажем. Что более чем странно. Ведь, мол, на данные информации, та-та-та-та-та, моей как бы сестре, ну, отказали по доверенности. Я дала ей доверенность на квартиру, что она может представлять мои интересы. И получается, поэтому, по этой бумаге, я как бы не являюсь собственником собственной квартиры. То есть у меня есть квартира, я её собственник, но нету собственности у меня. Вот такая интересная история. Вот этой мадам, которой ответила Антонина Оксана Сергеевна, что у меня нету вообще ничего. Это ж надо быть такому. Ну, сейчас посмотрим, что у меня есть. Одесская товарная биржа, 98-й год. Атаманюк Наталья Филипповна. Там паспорт, а-та-та-та-та-та. Итак, Атаманюк Филипп Андреевич, Атаманюк Вера Александра, это папа, мама, и мы все дружно, значит, продали квартиру маршала Жукова, то есть это бывшая Ленинская искра. Вот. И мы купили квартиру на Ульнице Варнинская, 17, квартира ПГ, квартира 6. Продавец тут есть, и кому продала... Ну, общая стоимость там указывала, допустим, какая-то там фактическая, нефактическая, ну, тогда это много лет назад было. И было написано. Итак, квартира, там столько-столько для подписания настоящего договора и принадлежит новому собственнику. Атаманюк Натальи, Атаманюк Филиппов, Атаманюк Вере. Мама умерла в 2002-м, папа в 2013-м, но извините, я еще жива, то есть я собственник этой квартиры. Я купила ее через договор купли-продажи, товарная биржа, 98-й год. Тут стоят подписи, продавцов, покупателей. Я первый квартиросъемщик, потом идет папа и мама. Договор составлен на русском языке, в Одессе все говорят на русском, государственная пошлина, та-та-та-та, лично подписавших договор, та-та-та-та, печати товарной биржи. Дойдите вы в баню, я являюсь собственной этой квартирой, вы занимаетесь криминалом. Договор товарной биржи, что я купила эту квартиру с родителями, родители умеры, единственная квартиросъемщик, это я. Ничего другого, никого другого там быть не может. Почему в реестре я не числюсь и вообще нет у меня имущества, остается вопросом. Тогда хочется сказать, а кто сегодня собственник этой квартиры? Кто тогда собственник? Если купили ее три человека, два умерли, остался один, тогда кто собственник? Дайте мне бумажку, что я купила. Какашка. Дайте мне бумажку, что я собственник собственной квартиры. А буду комочить всех да подряд, да нахерен вы пошли. Меня уже достали просто. Служба безопасности, безпеки Украины. Я уже заговариваюсь, за второе видео снимаю, устала. Итак, судьба безопасности. Я написала в СБУ, в СБУ. И написала, что у меня вот такая вот ситуация. А в чем суть была дела? Почему написала в СБУ? А в СБУ я написала, потому что, когда я пришла в посольство Украины, мне отказали в получении нового паспорта. А мой паспорт, украинский загранпаспорт, был просрочен. И когда я пришла, четыре раза я подавала этот паспорт, и четыре раза мне отказывали. Мне не принимали документы. И я отправила в СБУ письмо. Ну, в общем, они написали мне, что надо мне свернуться в другую службу. То есть, в общем-то, СБУ не занимается этой историей. Но, в принципе, ФСБ это внутренняя разведка, СБУ это внешняя, как бы другая разведка, немножко другими вопросами занимается. Ну, куда мне еще обращаться, когда тут криминальная история, которая тянется 20 лет. Дальше с посольства Украины пришел ответ мне, потому что, конечно, СБУ им ответил, написала письмецо. Итак, шановная Наталья Томанюк, на видповедь ваше звернание Службы Беспеки Украины насылаем вам додатку видповедь. Короче, они написали мне, что я могу прийти, конечно, и никаких проблем у меня не должно возникнуть, заказать свои документы, паспорт, доверенность, ну и так далее. Это они-то написали мне, а дальше-то все, проблемы возникали, все, и дальше шло, и шло. Посольство Украины еще одна бумага, шановная та-та-та-та-та, на видповедь на ваше звернание в Министерство Закодольных Справов Украины. Итак, також, подтверждимая готовность подготоваться и посвечить доверенность видповедно до поданного вам из Роска. Та-та-та-та-та. Их написано консультант Юкраин Аэробас Собака Ванадуфере. То есть, это их официальный, значит, электронный адрес и телефон. Какую дату у меня? 1 08 2016 Это был их ответ мне, приходите, мы вам дадим, значит, так сказать, притом на 2 электронных адреса. Я им ответила, что я получила их данные на свои электронные адреса, потому что там было письмо с подтверждением, что я получила, да, я все получила. Письмо распечаталось с электронного адреса. Куда? Консультант Юкраин Ванадуфере. Хочу записаться на прием в консульский отдел для подачи документов. Я письмо писала на разом на русском и на украинском, потому что уже проблемы были в 2017, то есть там уже как бы в Донбассе проблемы шли, я уже и так, и так писала на всякий случай. 4 0 1 2017 Извините, письмо пошло после их писем, и они мне так и не ответили. 5 февраля 2017 Консультант Юкраин Ванадуфере Сейчас настроится. Хочу записаться на прием в консульский отдел для подачи документов для получения 5 0 2 2017 Для заказа доверенности и обновления своего старого паспорта, нового загранпаспорта. 5 0 2 2017 Ответ не получен. Писала с двух разных адресов, чтоб хоть что-то дошло. Я хочу записаться на прием, чтоб замолвать и дорученный и закордонный паспорт. Кулыя может до вас прийти. Та-та-та-та-та 5 0 2 2017 Ответ до сих пор не получен. А нужен ли мне теперь этот паспорт 2023, когда там идет война? Зачем? Консультант 5 0 2 2017 Консультант Юкраин То же самое 5 0 8 0 1 2017 С двух разных адресов, с разницей там пару дней. Все то же самое. Я хочу записаться на прием, чтоб замолвать и дорученный и закордонный паспорт. Кулыя может до вас прийти. Уже 2023. 5 лет я все иду. Да, кстати, они мне так и не ответили. Ни на одно письмо. Возле спецсоль состоял мужчина, хитно смеялся. Четыре раза мне отказали в приеме паспорта. Этот человек работал на спецслужбе Украины. И когда я говорю, да шо вы, суки, сдохли, или шо вы жили на одну зарплату, когда 25 лет человек потерял, потому что это бандитское кодло меня терроризировало, то у меня есть основания, чтоб так говорить. И милой пюшистой я уже давно не могу быть. Когда это началось, одна семья терроризировала, мне было 20, 30, а сейчас мне уже 50. И эти все никак не могут успокоиться, товарищи. И спецслужб. Но я понимаю, что хочется отжать имущество. И чем дольше я туда не поеду, тем больше шансов, что они это жмут. Немного истории жизни. Итак, это французский клуб, разговорный клуб. Я его показывала в другом видео. И я нашла одну бумажку. Я там, мне не хватало кое-чего. И вот я нашла эту бумажку. Значит, красавицу, которая основала этот клуб, звали Евгения Максаева. Она из России. А товарищ, который вместе на пару организовал этот клуб, звали его Рафаэль. И я показывала этот клуб в одном из видео. И говорила про занятия. Я говорила, что меня долго атакует эта длинная история. Вот эту историю я рассказала. Итак, приходя на эти занятия, товарищи очень как-то стали интересные темы давать для обсуждения. Например, что у вас в квартире есть? Покупаете ли вы брендовые вещи? Ценности? И так далее. То есть, наводящие вопросы на то, что человек имеет. Я бы сказала по-другому. Человек, который сливает такую информацию, называется наводчик. Все их разговоры сводились к определенным вопросам, наводящим вопросам на разные темы. Что вы боитесь? Ну, то есть, если человека атакуют, а его спрашивают, ну, где твои слабые места? Скажу по-другому. Что у тебя есть в квартире? Есть ли дорогие вещи? Брендовые вещи? Золото? Ну, и так далее. То есть, вот эти два товарища, с которыми я впоследствии попрощалась, потому что, во-первых, они мне хамили, в оскорбительном тоне разговаривали, и это было сразу после смерти папы, а меня в это время атаковали, их наводящие темы в этом клубе наводили на разные размышления. Мы жили бедно со своим бывшим мужем, ничего там особо воровать у нас было нечего, а вещи мои дешевые, и много лет, уже 10-15 лет, и уже 10 как в разводе, так что воровать особо нечего. Но все люди, которые вступали со мной в общение, все это было схвачено, и всех этих людей обрабатывали. Видео стоит сейчас на документах, но я еще пару слов скажу по квартире. Вот то, что я перевернулась на машине, потом, когда я родилась своим мужем, сделали все возможное, чтобы я потеряла работу в школе, в которой я работала, и то, что там эта молдаванка сделала все возможное, чтобы меня оттуда уволили. А у меня была такая ситуация, что просто мне надо платить было за квартиру, а работы не было. помимо этого, в гостинице, где я ночевала, где я снимала комнату где-то по месяч на 4 года, душевую обмазали, обмазали гелем каким-то моющим, убрали ничего, там ни швабры, ничего не стояло, пошла в душ, и там чуть не убилась. Я описывала это очень долго в фейсбуке, все эти истории, что за этим стоит криминал, а теперь я решила озвучить это еще и публично. Я не называю эту козу, которая со мной была на съемках, потому что найти не составляет труда ее для некоторых служб, но она одна мама, у которой сын ФСБ, то есть найти их не составляет труда. Найдут их, если захотят, за яйца возьмут, сдаст всех своих подельников, потому что то, что они делали, пытались отжать имущество, это было очевидно. Все эти истории можно почитать у меня в фейсбуке, я сейчас скажу название этих историй, я опубликовала все это, там есть документы и все это очень хорошо доступно описано, так как время тут мало и долго все это загружается, часами я все это рассказывать не буду, я прикреплю в описании к этому видео название публикации в фейсбуке, любой желающий наберет название и получит ту публикацию, описывающую вот эти события, о которых я рассказала, и так, она публикация называется «Искушение и преступление», публикована декабрь 2018, все это будет в описании к этому видео, вторая публикация в фейсбуке это все, называется «Мотивация к преступлению, криминальный спрут», декабрь 2019, третья называется публикация, посвящается моим убийцам, 16 июня 2021 года, еще одна публикация, в борьбе с мафией, на пути к правде, 2022 год, и еще одна публикация была посвящена моей соседке, которая недавно умерла, называется она «Прогулка в облаках», апрель 2021 года, «Моя соседка читала мои публикации, она зашла в реестр, где печатаются кто кому принадлежит квартира и на чье имя приходят платежи за квартиру, и она мне скинула данные, говорит, «Наташа, все квитанции приходят на твое имя, на мою квартиру, на мое имя приходят, через месяц моя соседка умерла, очень скоро постижно, вы знаете, если учесть, что она моя ровесница, да, на ковид можно списать все что угодно, если бы она не дала мне эти квитанции, что они на мое имя, можно было бы сказать, что она случайно умерла, но это произошло ровно через месяц, после того, как она мне дала информацию, что все приходит на мое имя, но если квартира записана на мне и хозяйка квартиры жива, сейчас, когда война, 8 миллионов людей находятся за границей, это не значит, что они потеряли свое жилье и не являются собственниками собственных квартир, документы и оплаты на мою квартиру, что чеки приходят на меня, в квартире же проживает моя племянница, в последний раз, когда она связывалась со мной, она сказала, что моя сестра умерла, вместо нее сейчас живет моя племянница, как я сказала, публикация с моей соседкой называется прогулка в облаках апрель 2021 года, напишу в описании, там есть фотографии, ну как бы она сделала фотографии из того, что счета приходят на мое имя, на мою квартиру, ну и напоследок, я когда говорила, что я училась в университете, Одесский национальный политехнический университет, не криминальная история, а просто неприятная история, вот я была зачислена на первый курс Одесский политехнический университет, меня очислили после пяти лет образования, обучения, я так ничего и не получила, я показываю то, что я была зачислена, проучилась пять с половиной лет, И, кстати, мой адрес указан, улица Вальницкая, 17 Г, квартира 6, то, что у меня в паспорте приписка. После того, как меня числили, после 5 лет обучения, я написала в Министерство образования адрес получения Одесса, Вальницкая, 17 Г, квартира 6. Я все еще числюсь по этому адресу. Мне ответили, что я должна обратиться за доведкой. В общем-то, тут написано, выдается академичная доведка, установленные формы. В общем, я училась 5,5 лет, то есть есть два вида образования. Либо ты там 3 года проучился, 5 года проучился, магистр ты там, или ты там еще кто-то, тебе должны выдать два вида диплома. После 3 лет один диплом, после 5 лет другой диплом. Я вообще ничего не получила, можно так сказать. Так что я училась в университете и осталась без ничего. Но это просто неприятная история, которая может пройти у нас. Это нормально. Поэтому много лет нахожусь здесь. Если этот диплом у меня нет, это уже не имеет никакого значения. Но я показала просто документы. И главное, что он выдан был еще все, как вот этот адрес, о котором идет речь. А по квартире, по этим бандитам я выпустила видео. И мне теперь насрать, что будет дальше. Потому что мне уже практически 50. И эти люди, в общем-то, 25 лет украли у меня из жизни. Потому что эта травля шла много-много-много лет. И никаких перспектив на личную жизнь, естественно, у меня не было. Сделано было все возможное. Чтоб, конечно, замуж я не выходила. Еще, не дай бы, детей бы родила. Еще бы приехали, бы претензии предъявили. Ну, как, можно подать суд, отсудить квартиру, сказать, квартира нашей мамы. Ну, а если детей нет, мужа нет, никого нет. Кому достанется квартира, как вы думаете? Кто ее отсудит? Вот такие вот истории интересные я рассказываю. И показываю документы, что это точно правда. Привет спецслужбам, суши здесь сухари. И до новых встреч на моем канале. Долго рассказывать не буду, иначе долго придется загружать всю эту историю. Ничего, в принципе, сделать не могу. Ехать туда бессмысленно. Семьи у меня там нету. Старый, это двухкомнатный сарай, конечно, стоит денег. Квартира стоит 42 тысячи. Дорить государству нет смысла. Спецслужбам тоже. Родственники живут там нелегально, потому что там уже доверенность давно закончилась. Получать новый паспорт у Украины вообще тоже не вижу никакого смысла. Но вот так вот эта история как-то висит мертвым грузом. Эта квартира у меня ни туда, ни сюда. И продать не продашь. И никуда не денешь. И дарить не хочу, что я должна дарить имущество своей семьи. Если бы этого всего не произошло, я бы, папа, если бы умер, я приехала бы, продала, взяла бы свои 42 тысячи, добавила эти деньги, чтобы мой муж выплатил после развода. И купила бы здесь себе квартиру. А вместо этого я была бомжом 2 года. Все делали, чтобы я не могла получить квартиру. Куплены были социальные служащие здесь, которые мне перекрывали кислород. Делали все, чтобы я потеряла деньги. И сделали все. Делали все возможное, чтобы заставить меня вернуться. Ну, а там? Ну, там бы уже давно прибили бы ради этого имущества. Квартира, дачный участок, деньги в банке. Там больше, чем на 50 тысяч. И нет уже никого. То есть ни брата, ни сестры, родители умерли. Я одна хозяйка всего. Делаем ставки, господа. Через сколько меня завалят? Ну, или как? Вот такой сюжет интересный. Уже видео под 50 минут буду закругляться. Все не расскажешь. За 20 лет много всякой гадости сделали. Всех этих людей не перечислишь. Их было много, очень много. Всех тех, кто был в друзьях, у меня поудаляло. Удаляло, потому что через них на мою страницу фейсбука писали разную информацию, которая мне уже достала. В общем, их всех использовали. Я их всех поудаляла из друзей. Очень много информации было на тему смерти, суицида. Умрешь, у тебя не будет хозяина. На тему того, что я знала, конечно, имена, фамилии товарищей, работающие у нас в службе безпеки. И мне писали, москали писали, назови их имена. А зачем мне их называть, их и так найдут. А также москали пытались меня вербовать. И в одной гостинице говорили, приедешь к нам, у нас лучше. В чем суть дела, когда это произошла история. Я написала в 2016, когда осталась на улице. Ситуация была критическая. Написала на российское телевидение в программу «Человек и закон», что если со мной случится, чтобы они напечатали это письмо. Что меня могут просто убить ради этого имущества. А потом они мне писали в фейсбуке «Напиши их фамилии». Говоря другими словами «Сдай чужим бандитам фамилии своих бандитов». И те бандиты, и те бандиты. Одни обворовывали в страну 30 лет. Вторые приехали на танках и мочат всех подряд. В общем, пока бандиты с бандитами воюют, я воюю с ними тоже на два фронта. И с теми, и с теми. Жалеть никого не собираюсь, потому что мне испоганили жизнь. Уничтожили личную жизнь. Ничего, никого у меня нет. Там имущество уже не продашь. Там уже такая нищета. Люди просят только, что туда что-то дали. Что же туда вывезешь? И не продашь, и никуда сюда не вставишь это все. И оно все брошенное, и мертвым грузом там повисло. Хотелось бы больше ни тех, ни других на своем горизонте не видеть. Никаких из этих спецслужб. Ни российских, ни украинских. И тем более три брата-акробата. Я не хочу ни больше никогда их видеть в своей жизни. Заходите в гости, не забывайте. И до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok